Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. Обсуждены вопросы и результаты сотрудничества. Президент встретился с ректором Московского государственного университета геодезии и картографии. Поздравление и благодарность от главы государства. Состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников комитета госимущества и земельных отношений. Вопрос поддержки детей с особенностями развития. Коррекционные классы Цхинвальской школы-интерната снабдили спецоборудованием для занятий адаптивной физкультурой. Вопрос подготовки квалифицированных специалистов в сфере кадастра и картографии, а также земельного права, обсуждался на встрече президента Алана Гоглоева с делегацией Российской Федерации во главе с ректором Московского государственного университета геодезии и картографии Надеждой Камыниной. Делегация прибыла в Цхинвал в рамках сотрудничества в сфере необходимого образования для сотрудников Министерства юстиции Республики Южная Осетия в области кадастра. Подробности далее. Президент Алана Гоглоев провел встречу с ректором Московского государственного университета геодезии и картографии Надеждой Камыниной, прибывшей в Цхинвал во главе делегации в рамках сотрудничества в сфере необходимого образования для сотрудников Министерства юстиции в области кадастра. Президент отметил важность проводимой работы, подчеркнув, что сфера кадастра и картографии, а также земельного права актуальна. Был подписан договоров между посольством Республики Южная Осетия и Государственным государственным. Здесь это пиодезии и картографии. Сегодня мы спустя не полный год видим практически результат. Вы приехали в такую добрую миссию с рабочей поездкой в Южную Осетию. В свою очередь Надежда Камынина выразила свою готовность к сотрудничеству, отметив, что эта работа важна в любом государстве. Мы все хорошо понимаем, насколько важен учет земель, насколько важно определение границ, точность измерений, потому что земля это экономический квазис любого государства. И мы надеемся, что все наши совместные усилия смогут не только внести вклад в землеустроительные, геодезические, кадастровые работы в Республике Южная Осетия, но и зародить научную школу, профессиональное образование. Надежда Камынина выразила надежду на долгосрочные перспективы и поблагодарила главу Югостинского государства за доверие. Она также пригласила Алана Гоглоева на празднование юбилея университета. В этом году в ВУЗу исполняется 245 лет. В завершение встречи президент вручил Надежде Камыниной орден дружбы за вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для Республики Южная Осетия. У меня самая большая награда – это ваше доверие. И, конечно, это ценно. Я уверена, что я смогу оправдать ваше доверие. Эльвира Дебилова, Регина Черткоева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск «Сегодня». И сегодня же состоялась встреча министра юстиции Алана Джоева с делегацией Российской Федерации. В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки квалифицированных специалистов в сфере кадастра и картографии. Отмечено, что на сегодняшний день в Московском государственном университете геодезии и картографии курсы повышения квалификации проходят 11 сотрудников МЕНЮ с Таюжной Осетии. Елена Газаева продолжит. В министерство юстиции с рабочим визитом прибыла делегация во главе с ректором Московского государственного университета геодезии и картографии Надеждой Камыниной. Министр Аланджоев поприветствовал гостей и выразил благодарность за внимание к службе государственной регистрации, кадастра и картографии. На сегодняшний день в университете геодезии и картографии повышают квалификацию 11 сотрудников МЕНЮ СТА. Вы не первый раз приехали к нам, поэтому это уже свидетельствует о том, что наши отношения закрепляются, улучшаются. И это говорит о том, что у нас впереди хорошее будущее, наши взаимоотношения. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. И Алена Валерьевна, как руководитель этой службы, всегда выражает признательность и говорит о том, что ваша помощь, она очень конкретная, очень конструктивная и направлена на развитие. Так что Надежда Руслановна рада вас приветствовать. Ректор университета Надежда Камынина поблагодарила министра юстиции за сотрудничество и поддержку инициативы университета, члена команды Большого Росреестра, за оказание методической поддержки Югосреестра в рамках реализации дорожной карты взаимодействия между Росреестром и Республикой Южная Осетия. На встрече обсуждались вопросы подготовки квалифицированных специалистов в сфере кадастра и картографии, а также обсуждались вопросы касательно сферы земельного права. В ближайшее время мы сможем придать импульс и наиболее предметно приступить к реализации проекта по восстановлению и созданию сети на территории Республики, всей необходимой инфраструктуры и пространственных данных, которая позволит повысить эффективность оборота земель в Республике и в целом, безусловно, окажет экономические эффекты, значимые экономические эффекты для Республики Южная Осетия. Также, как отметила Камынина, они готовы направлять специалистов для работы в полевых условиях. Руководитель службы госрегистрации кадастра и картографии Алена Кочева выразила благодарность за оказанную помощь и поддержку. Она рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются в ходе работы. Два техзадания были попротованы. Один – изготовление картографического материала на всю Республику. И в рамках этого техзадания было предусмотрено восстановление этих геодезических знаков. К сожалению, у нас пока вопрос висит из-за финансовой составляющей. Но, я думаю, с помощью МИКАЭК мы можем это все попротить через то, как решится вопрос с тем техническим заданием. В совершении встречи были зачитаны доклады. Лена Газаева, Зауру Саев, информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев поздравил сотрудников Комитета государственного имущества и земельных отношений Республики с профессиональным праздником. Глава государства выразил благодарность сотрудникам ведомства за проводимую деятельность. Отличившихся сотрудников Комитета госимущества и земельных отношений президент удостоил государственных наград. Тему продолжит Агунда Кубозова. Высокие государственные награды из рук главы государства. Сегодня состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников Комитета госимущества и земельных отношений. Алан Гаглоев поздравил специалистов ведомства и поблагодарил их за труд. Награды это своего рода. до оценка работников, чей труд направлен на эффективное решение поставленных задач. Президент также рассказал о том, что в республике прибывает делегация из Российской Федерации, сотрудники Московского государственного университета геодезии и картографии, во главе с ректором Надеждой Камыниной. Необходимо проработать вопросы направления абитурентов на обучение по направлению геодезия и кадастр, так как республике необходимы специалисты в этой области. Глава государства добавил, что важно продолжить профориентационную работу и направлять на учебу в вузы России на те специальности, в которых нуждается республика. Глава государственного университета геодезии. Глава государственного университета геодезии. Глава государственного университета геодезии. Далее состоялась торжественная церемония награждения. За многолетнюю добросовестную трудовую деятельность наградить почетной грамотой республики Южная Осетия Бесаеву Зарифу Рудольфовну. Победить благодарность Гатикой Бай Ванде Васильевне, главному специалисту-эксперту территориального отдела Познавскому району. В завершении прозвучали слова благодарности от сотрудников комитета в адрес главы государства за оказанное внимание и теплые слова поздравлений. Агунда Губозова, Арнольд Харебов, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня состоялся предвыборный съезд политической партии НХАС, в ходе которого делегатами были избраны кандидаты в депутаты восьмого созыва. Лидером в республиканском списке стала председатель партии Зита Бесаева. Всего список партий состоит из 18 кандидатов. Кроме того, НХАС выдвинул одномандатников по 9 округам из 17. Сегодня в киноконцертном зале Чермен прошел предвыборный съезд политической партии НХАС. На съезде присутствовал президент Алан Гоглоев. Глава государства призвал всех участников предвыборной кампании к высокой политической культуре. Дорогие друзья, как президент Южной Осетии хочу призвать все партии и всех участников предвыборной кампании к высокой политической культуре с исключением элементов взаимных оскорблений. Вступая на тропу политической борьбы, каждая партия во главе с ее лидером должна в полной мере осознавать взятую на себя ответственность. Очень важно сохранить лицо и не выходить за рамки конструктивной критики. За предвыборной кампанией наблюдают коллеги в Российской Федерации, которые, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, продолжают поддерживать Южную Осетию, отметил Алан Гоглоев. Хочу отметить, что за предвыборной кампанией наблюдают и наши коллеги в Российской Федерации, которые, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, невзирая на сложности, продолжают оказывать всемирную поддержку Южной Осетии и выполняют все пункты, достигнутые с договоренностью. Мы благодарны Российской Федерации, которая на протяжении столетий была и остается гарантом мира на Кавказе. Мы намерены и дальше следовать курсу, который избрали наши предки. Выбирая союз с Россией, они сделали единственно правильный выбор. Южная Осетия со своей стороны оказывает всяческую поддержку своим российским братьям. Наши соотечественники, находящиеся на фронтах специальной военной операции, достойно выполняют свой долг на пути к победе, ежедневно проявляя примеры мужества и героизма. Поэтому, вступая в очередной этап выборов, мы должны больше, чем когда-либо, осознавать, насколько важно сегодня провести их в спокойной обстановке, с ответственным государственным подходом, избегая грязных технологий, которые всегда вносили в общество разрушительный эффект. Нахас на депутатских выборах представят энергичные кандидаты, которые успели проявить профессионализм на разных ответственных должностях, добавил Гоглоев. В нашем обществе Нахас рассматривается как партия власти, и на нее обращено самое пристальное внимание. Ее оценивают по шкале различных рейтингов, степени популярности. Но независимо от таких статусов, партия – это прежде всего люди, которые ведут ее вперед. Это депутаты, которые запоминаются в народе своими поступками, принципами, человеческими качествами, добротой и отзывчивостью. Только в совокупности всего перечисленного и рождается репутация партии и доверие к ней. В период общественно-политического кризиса, в 2020 году, вследствие которого была парализована и работа парламента, вы оправдали то доверие, которое вам оказал народ. После того, как парламент возглавил депутат от партии НХАС, он выполнил поставленную задачу по преодолению кризиса. Законодательный орган стал дееспособным, а план по законотворческой деятельности, как и по международной повестке в межпарламентском сотрудничестве с дружественными странами, был перевыполнен. Конечно, проблем, требующих решения и волнующих людей, остаются немало. Партия НХАС на предстоящих парламентских выборах сделала ставку на энергичных кандидатов, уже успевших доказать свой профессионализм в различных сферах деятельности. Словам главы государства, огромную работу проделала молодежное крыло партии НХАС. Их инициативы были поддержаны и успешно реализованы. Отдельно хотел бы обратить внимание на молодых членов партии. При содействии руководства партии молодежь блестяще реализует волонтерские инициативы, экологические акции, культурные и благотворительные проекты, образовательно-исследовательские мероприятия. И что самое главное, такая активность рождается не на краткий период предвыборной кампании, а проводится регулярно. Забота о родном крае и помощь социально нуждающим слоям населения осуществляется в постоянном режиме. Я горжусь нашим молодежью. Именно молодежи уделяется в партии особое внимание, условиям для реализации способностей и замыслов. Нужно обязательно наладить более активное сотрудничество с молодежью в районах и поселках, вовлекать их в партийные проекты. Важно проводить предвыборные встречи с населением республики, сказал президент. Предлагаю будущим депутатам НХАС максимально эффективно использовать встречи с населением в ходе предвыборной кампании. Считаю, что будет правильнее при формировании плана работы исходить из тех первостепенных проблем в каждом районе и округе, которые определят вам жители на местах. Мы должны выстроить максимально плотное взаимодействие между исполнительной и законодательной ветвями власти. Бюджет районных администраций и города должен формироваться с учетом мнения депутатов, которые на местах знакомы с перечным проблем в своем округе. Дорогие друзья, желаю вам в полной мере реализовать свой потенциал в обновленном депутатском составе, быть востребованными и работать исключительно в интересах своего народа. Удачи вам всем! Далее партия «Анхаз» выдвинула кандидатов по единому и одномандатным избирательным округам. Возглавила предвыборный список лидер партии Зита Бесаева. Хочется сказать всем спасибо, потому что мы исполнили свой долг, мы провели съезд, мы утвердили список, партийный список и одномандатников. И, как сказал Алан Юрьевич, пожелаем друг другу удачи. Я уверена, что обновленный состав, списочный состав нашей партии, он достойный. Я уверена в этих людях, уверена в их профессионализме, в их честности и порядочности. Это самое главное, потому что в моей жизни это приоритетно. Я рада, что в моей команде есть такие люди. Я рада, что они идут в депутаты, понимая ответственность и важность этого решения, потому что за ними идет большое количество людей, избирателей, которые будут надеяться на то, что они будут представлять их интересы в полном объеме. И я в этом уверена. Хочу сказать, очень нелегко быть в парламенте, очень нелегко отстаивать свою позицию, очень нелегко многим депутатам дается быть объективными, честными, правдимыми, порядочными в своей работе. Но я пожелаю в моей команде удачи. Не отходите от своих принципов. Придерживайтесь их всегда. Знаете что? В правде, в честности, порядочности силы. Не опускайтесь, не позволяйте себе портить свою репутацию. Ничто в этой жизни не является важным, как народ и государство. А каждый из вас может сделать на своем уровне больше и лучше, чем кто-то другой. Я хочу, чтобы вы продолжили ту работу, которая была проделана предыдущими созывами. Они действительно проработали в разные периоды нашего государства. Разные решения принимались, важные решения. Я хочу, чтобы новый состав был еще достойнее. И люди в новом составе были действительно представлены от народа. Это люди, которые будут в полном объеме исполнять свои функции. Быть честными, еще расскажу. И не ставить свои личные интересы перед государствами. Не забывайте, что доверие, его надо заслужить. А чтобы заслужить, надо быть честным. И надо работать так, чтобы вам не было стыдно за прошедший день. В пятерку партийного списка вошли глава администрации президента Алан Маргеев, помощник президента Алан Плиев, глава комитета по делам молодежи Руслан Хобеште и замглавы администрации президента Алан Тибилов. Кроме того, партия на предстоящих выборах выдвинет кандидатов по 9 одномандатным округам. Оксана Джуэва, Рауль Кочев, Тамерлан Кусраев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну. Заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Женевские дискуссии по Закавказью – международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Захарова отметила, что Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах. На такую роль по праву претендуют несколько государств, причем некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний. 15 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники лабораторной диагностики – важное звено медицинской службы. Они помогают врачам-клиницистам в диагностическом поиске и контроле лечения пациента. На сегодняшний день лабораторная диагностика – одна из самых стремительно развивающихся сфер медицины. Работу лаборанта трудно переоценить. А представители этой необходимой профессии – репортаж Анжелы Кукоевой. Трудно предположить, сколько исследований за свою жизнь провела Карина Тедейва. В Централизованной клиникодиагностической лаборатории РММЦ она работает уже свыше 30 лет. Ее трудовая деятельность началась в 1991 году. Сразу после окончания химико-биологического факультета в Юго-Сетинском государственном педагогическом институте она устроилась на работу в инфекционную больницу лаборанта. У нас есть клиническая лаборатория, есть биохимическая лаборатория, иммунологическая, сирологическая, цитологическая, исследования свертывающей системы крови. Вот такие подразделения у нас есть. Карина Тедейва – заслуженный работник здравоохранения. Сейчас она возглавляет клиникодиагностическую лабораторию. С ее отделения начинается обследование большинства пациентов. У нас исследования в день бывают только по биохимии, где-то около до 300 доходят. В клинической лаборатории тоже не меньше бывает вместе взятых. И вот мы так распределяем работу. Конечно, это всегда неприятно, когда бывают в стационаре тяжелые, больные. Но мы выполняем нашу работу. И, конечно, от этого очень многое зависит от нашего заключения. Несмотря на большой стаж работы, Карина Тедейва продолжает учиться, осваивая современные методы в медицине. К сожалению, нашу работу, конечно, трудно увидеть, если не работать прямо в лаборатории, не работать в лечебном учреждении. Работать непросто, работать сложно. Но мы прилагаем все усилия, чтобы помогать нашему лечебному учреждению. У нас заканчивается рабочий день, когда мы уже сможем посмотреть все и выдать все результаты. На работе важно поддерживать хорошие отношения с коллегами, отмечает заведующая отделением. Я довольна своей работой. Когда у человека коллектив хороший, то и работать тоже бывает легко. Очень много грамотных лаборантов, много грамотных врачей-лаборантов. Я хочу от всей души и от всего сердца поздравить их с праздником, пожелать им здоровья, добра и всем нам мира в первую очередь. Долгие годы здесь работает врач-лаборант Светлана Кутаева. Она верна своей профессии более 60 лет и снискала уважение как своих коллег, так и пациентов. На ее глазах в отделении происходила автоматизация. Появлялись новые аппараты и совершенствовались технологии проведения исследований. Есть аппараты, анализаторы второго, третьего поколения, где лазерный луч является рабочим. Но пока нет такого анализатора, который бы полностью мог заменить знания лаборанта и, естественно, глаза и руки лаборанта. Поэтому я хочу сказать, как бы ни была продвинута медицина вперед, без лаборатории пока никуда. Светлана Кутаева по-прежнему полна сил и желания помогать людям. Лаборант – это такая профессия, что постоянно нужно учиться. Я и учусь всю жизнь. У меня курсы повышения, потому что это вот такая у нас профессия. Лабораторно-диагностическая служба – одно из важных отделений современной медицины. От качества работы и профессионализма сотрудников лаборатории зависит здоровье, а часто и жизнь человека. Анжела Кукоева, Сармат Кузитаев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В республике, как и во многих странах, актуальным вопросом является вопрос коррекционной поддержки детей с особенностями развития. К сожалению, процент с задержками развития детей в последнее время вырос. По мнению специалистов, такие показатели являются свидетельством не только роста количества расстройств, но и увеличение объема и улучшение качества экспертной работы по выявлению подобных случаев. Тем не менее, проблему необходимо решать. Вопрос на контроле у правительства республики. Алена Уттаева подробнее. Вопрос коррекционной поддержки детей с особенностями развития в республике стоит остро и требует принятия неотложных мер. Не раз было отмечено соответствующими инстанциями государственного управления. В этих целях для коррекционных классов Схемвальской школы-интерната приобретено специализированное оборудование для занятий адаптивной физкультурой. Как отмечает зампредседателя правительства Алан Джоев, количество выявляемых случаев, связанных с задержкой психического развития, задержкой развития речи, расстройствами аутистического спектра, другими задержками развития детей, ежегодно увеличивается на 12-20%. Таковы, по словам Джоева, общие тенденции. И нас они, к сожалению, не миновали. Выстраивание системных и профессиональных подходов к решению данной проблемы является, пожалуй, одной из самых актуальных проблем в социальной сфере нашего государства. И данный вопрос постоянно находится в фокусе внимания главы государства. Мы понимаем, что предстоит выполнить большой и растянутый во времени объем работы, так как речь идет о слишком тонкой и слишком сложной работе. А поддержка нужна здесь и сейчас, в том числе в рамках функционирования коррекционного блока в школе-интернате. Для решения острых задач, сиюминутных острых задач, мы привлекаем и наших неравнодушных друзей, проживающих за пределами республики. И здесь я хотел бы выразить слово благодарности и Виктору Джичуеву, и Роману Валиеву за помощь при обретении оборудования для адаптивной физкультуры и наших особенных детей. Это поспособствует повышению концентрации и внимания, улучшению усвояемости учебного материала и как результат социальной адаптации наших детей. Работа по дооснащению необходимым оборудованием будет продолжена и в ближайшее время кабинет адаптивной физкультуры будет полностью оснащен. Правительством республики прорабатываются вопросы расширения охвата детей психологом и дико-педагогической экспертизой в рамках деятельности соответствующей комиссии. Создание трех дополнительных коррекционных групп на базе строящегося в микрорайоне ЦАРС детского сада коррекционных классов в начальной школе. Переподготовки на площадке ЮГУ специалистов сопровождения логопедов, психологов, дефектологов, тютеров продолжительностью не менее одного года с привлечением в том числе приглашенных в Республику российских специалистов. В первую очередь будут привлечены студенты в качестве волонтеров в коррекционном блоке Цхимвальской школы-интерната. По словам Алана Джиоева, студенты-волонтеры могут пройти курсы переподготовки для приобретения дополнительной актуальной специальности. После успешного прохождения переподготовки специалисты будут обеспечены рабочими местами. Правительством прорабатывается возможность создания единого центра коррекционной поддержки детей. Центр, который способен профессионально и системно подходить к решению задач, связанных с нашими особенными детьми. Нами прорабатываются вопросы расширения охвата детей психолого-медико-педагогической экспертизы в рамках деятельности соответствующей комиссии. И здесь остро встает вопрос подготовки соответствующих специалистов, способных профессионально, я подчеркиваю, и профессионально подходить к решению вопросов инклюзии, то есть социального включения, социальной адаптации наших детей. Для решения данной задачи нами прорабатывается возможность переподготовки специалистов на базе ЮГУ. Тренер по адаптивной физкультуре Милена Беппива выразила благодарность в приобретении такого оборудования для детишек. Оборудование уже монтируется, и в ближайшее время будет возможность активно заниматься адаптивной физкультурой, что является важным и действительным компонентом коррекционного заставляющего поддержки детей с инвалидностью. Алена Аутаева, Альдина Чихойва, Айда Кочева, Эльза Тедеева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Ко дню космонавтики для ребят Республики во Дворце детского творчества была показана картина о достижениях Советского Союза в космосе. Показ состоялся при содействии посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Фильм рассказывает о достижениях советской и российской космонавтики, достоверных фактах изучения и покорения космоса. Яна Плеева с подробностями. В начале 1966 года автоматическая станция «Луна-9» передала первым в истории снимок условные поверхности. Первый российский полнокупольный фильм, рассказывающий о приоритетных достижениях в космосе, был показан во Дворце детского творчества в День космонавтики. Воспитанники Дворца детского творчества подготовили концертную программу. Тематика номеров была связана с Днем космонавтики. «Говори, Москва, о верном мире, военном мире, космонавтике, 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 космонавтике и по-новому посмотреть на историю покорения космоса». Показ состоялся при содействии посольства России. Очень рады тому, что и Дом детского творчества также очень активно в этом мероприятии участвует. Мы благодарны и посольству, которое содействовало в получении прав на демонстрацию этого фильма. Прекрасный фильм в лучших традициях современной графики исполнен, очень познавательный. Я думаю, многие из нас, кто-то вспомнил историю, а кто-то вновь узнал о тех знаменательных событиях, о тех достижениях, которые были достигнуты нашим общим народом в эти непростые для Советского Союза годы, 50-е, 60-е, после войны, восстановленная страна. И мы показали всему миру, что технологически мы можем собраться и показать. В созданном ассоциации планетарии в фильме показаны основные приоритетные достижения советской и российской космонавтики и достоверно изложены факты, относящиеся к истории освоения космоса. Фильм вызывает чувство гордости за страну и ее замечательных инженеров, конструкторов и ученых. В феврале 1961 года Советский Союз отправил первую в мире межпланетную станцию в сторону планеты мира. Был зарегистрированный год, когда не дадет связь. Более двух миллионов километров. Как отметила заместитель директора по воспитательной части Дворца детского творчества, фильм «Космическая история России» будет показан в планетарии не разу. На наш показ вот этого фильма были приглашены детская общественная организация, передовые, штаб которой находится при Дворце детского творчества. Впредь мы планируем показы вот этого фильма по школам. То есть школы будут приходить по графику и смотреть уже в планетарии вот этот фильм. Гордость за свою страну начинается с сознания ее истории. Именно таков замысел создателей фильма про космос для детей. Яна Плиева, Альдина Чихоева. Информационный выпуск. Сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике Ясна. В Знаурском районе днем плюс 10, ночью плюс 6. В Тавском районе днем 19 градусов тепла, ночью плюс 6. В городе Квайса днем плюс 17, ночью 5 градусов тепла. В Ленигорском районе днем 20 градусов тепла, ночью плюс 7. Солица в Республике в Схенвале, а также днем плюс 20, ночью 7 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чихоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова